Первый звук прямо, остальные направо! Шагом! Марш! Команду! Шаг! И раз! У фасада главного корпуса Рязанского радиоуниверситета накануне Дня Победы прошел финал традиционного конкурса смотра строя и песни. В нем приняли участие курсанты учебного военного центра вуза, студенты, преподаватели, а также ветераны Великой Отечественной войны. Шагом! Конкурсы эти безусловно важны, поскольку воспитывают патриотизм, который, я считаю, в настоящее время не хватает у нашего молодого поколения. Хотя и нельзя так сказать, многие ребята настроены очень патриотично и увидели то, что участвовали достаточно много людей в этом конкурсе. Кроме того, здесь присутствуют курсанты первого курса учебного военного центра, первого курса, которые сознательно пошли на эту подготовку. Взвод был даже больше, чем другие взвода, потому что желающих было практически все. После марша лучшим взводам вручили дипломы и призы за исполнение строевой песни. Тема военно-патриотического воспитания, граждан, общественного воспитания, она является центральной для нашего вуза, потому что вуз инженерный. Через военную кафедру у нас проходят несколько сот студентов, и кто-то свою жизнь связывает с армией, кто-то с силовыми структурами, поэтому мы считаем, что воспитание вот такого патриотического духа, настроя, оно очень важно. После конкурса смотра студенты и ветераны отправились в сквер к памятнику герою Советского Союза и национальному герою Италии Федору Притаеву. Здесь прошел митинг памяти. Наш народ и на фронте, и в тылу проявлял массу героизм. В тылу дети становились к танкам, юношей. На фронте лечащие танкисты шли на таран. Пехотинцы своими телами прикрывали амбразуру вражеских пулеметов. Мы все должны помнить и чтить героев Отечественной войны. Чтить должен особо подчеркнуть полководцев этой войны. Генералиссим Сталина, Маршалов Жукова, Василевского, Гоня, Рокоссовского и других. Завершился митинг возложением венков и цветов к монументу Федора Притаева.